Девушки отдыхают 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 Сотрудники прокуратуры, полиции и службы безопасности провели одновременно несколько обысков в офисах злоумышленников, складах и аптеках в одном из помещений в антисанитарных условиях. Изготовлялись и фасовались препараты. Правоохранители изъяли документы и готовые к продаже лекарствам на сумму более 5 миллионов гривен. Сейчас полиция проверяет аптеки и изымает фальшивые лекарства. И еще одно громкое происшествие в Одессе. Сегодня рано утром там взорвали автомобиль Дарта Вейдера. В машине политика Жанна Николаенко, которая выступает под именем героя Звездных войн, сдетонировала устройство неизвестного происхождения. Как сообщили в областном управлении полиции, заряд был небольшим, поэтому топливный бак не задело. Это и уберегло пассажиров от более тяжелых последствий. В автомобиле находилась вся семья Николаенко, в том числе дети с 7 и 9 лет. И напомню, Жан Николаенко в образе фантастического героя участвовал в последних выборах мэра Одессы. Сегодня на сайте Минфина заработал электронный реестр НДС. Теперь предприниматели смогут отслеживать выполнение заявок на возврат налога в онлайн режиме. По словам президента Петра Порошенко, создание и запуск единого автоматического реестра НДС расширят возможности борьбы с коррупцией и повысят доверие бизнеса и общественности к действиям власти. Мы не просто маем открыть эти реестри, но и сделать так, чтобы черговость от отслеживания субъектам господарения податков на додану вартость была абсолютно прозорой. Кожное втручание в реестри, в электронную программу является криминальным злочином. Кожное закрытие абсолютно непрепустимым. Защитие интересов государственного бюджета, защитие интересов бизнеса, защитие интересов платников податков должен быть обеспечен в полном обществе. А новая волна электронных деклараций разгоняет новую волну скандала. Депутат Верховной Рады от фракции Народный фронт Игорь Котвицкий, близкий соратник главы МВД Арсена Авакова, за минувший 2016 год задекларировал 115 миллионов 600 тысяч гривен доходов и 240 миллионов гривен наличных. Согласно декларации, в прошлом году депутат потратил более 12 миллионов гривен на шоппинг в Италии и Германии, оплату гостиничных номеров в Украине, Германии и Франции, а также на отдых в Турции. Пока народные избранники обогащаются, Украина теряет на Прикарпатии. Полным ходом идет вырубка лесов. Их уничтожают теперь даже в природоохранных зонах. Так, в горном поселке Делятин, всего за один день исчезли десятки деревьев, которые укрепляли берега реки. Как это произошло и кто виноват, пытались выяснить мои коллеги. Таких огромных пней различных пород деревьев, яблони, ясеня, бука и даже черешни местные активисты насчитали не менее 80. Все эти деревья росли на берегу реки, на окраине поселка Делятин. Люди подняли шум, но выяснилось, что это расчищает место под спортивную площадку. А строить ее здесь планирует поселковый совет. Мы видим, я бы назвал это пнем, это какой-то, как мы сказали, гвездец. Дерево срезано в достаточно дикый способ. Вероятно, что это была тополя, которая была посадлена в свой час с метою берега защитной работы. Горы свежих дров можно увидеть за забором гостиничного комплекса, расположенного рядом. Именно его владелец и организовал вырубку, утверждают активисты. Вместо того, чтобы они после этой площадки порубали деревья, здоровье, разных поред. И используют себе для опаления. Вот там уже и порублено, порезано, складлено. То, что вырубка незаконная, проходила, скорее всего, по указанию поселкового головы, подтверждают и в экологической инспекции. Они выезжали на место по требованию селян. Материалов вообще никаких не было. Просто зашли себе, голова селищной рады с предпринимателем, порешали, договорились, деньги получил где-то на карман и рубай на здоровье. И рубали берегов, креплющая зона, природоохранная зона бля речки. А где действительно должен быть майданчик, дерева не вырублены. Но срубленные деревья росли вдали от места строительства. Сам же голова Пётр Якимец утверждает, к вырубке никакого отношения не имеет. Хотя криминала в том, что деревья уничтожили, тоже не видит. Срезанные деревья уже не вернёшь, говорят местные жители. И теперь их больше беспокоит судьба будущей спортивной площадки. Люди подозревают, что в поселковом совете совсем не случайно место под его строительство выбрали около гостиничного комплекса, а не в центре Делятина. Майданчик тут не будет для селища, так как они сказали. А сейчас он перейдет в приватную владельцу, в предприятие, как перейшли и спортзал, и будинок культуры, и бассейн, который они делали, сказали, что для селища. А сделали, и детей туда не пускают из школы. Запланированная стоимость этой площадки около миллиона гривен. Поселковый голова и дальше все обвинения селян называют выдумками. Но объяснить, почему же спортплощадка будет возле гостиницы, он так и не смог. И снова янтарь. Неподалеку от села Бельская воля, Ривненской области, более 200 нелегальных копателей заблокировали полицейских. Правоохранители во время проверки территории лесного заказника Владимирецкого района обнаружили место незаконной добычи янтаря. У нарушителей изъяли мотопомпы, грузовики, даже трактор. Старатели свою технику у полиции решили отбить. Вели себя агрессивно, обещали полностью прикрыть дорогу и даже разобрали деревянный мост. Уладить конфликт правоохранителям удалось без применения оружия, но уголовное производство все же открыли по факту сопротивления полиции. И напомню, в Украине официально добывают около 4 тонн янтаря. Но реальная статистика в сотни раз больше. По данным журналистов, теневые доходы от добычи янтаря составляют около 300 миллионов долларов в год. Поэтому на днях во время визита в Житомирскую область премьер Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин планирует разработать новый законопроект, который позволит перевести янтарный промысел в правовое поле. Сотни украинских зарабячан с польскими рабочими визами вне закона в Чехии. Их депортируют на родину. Местная полиция проводила спецоперации по выявлению нелегальных мигрантов практически весь март. Одно из масштабных задержаний прошло в компании, которая занимается интернет-продажами. Здесь выявили 80 иностранцев с польскими визами, из них 70 украинцы. С 27 по 29 марта операция «Иностранец» прошла по всей Чехии. Политики признают, что польские рабочие визы проще получить, чешские в свою очередь нужно ждать иногда целый год. Украинцы с польскими визами направляются на заработки в страны Евросоюза. Однако с такими документами они имеют право трудиться только в Польше. Кто с кем встретился, кто кого публично поддержал. Французские СМИ пристально следят за поведением кандидатов в президенты страны. До выборов три недели рейтинги фаворитов из-за постоянных скандалов колеблются. Но действующий глава государства Франсуа Алан точно знает, кому хочет передать Елисейский дворец. За предвыборными баталиями в Париже следит и моя коллега Елена Абрамович. Субботним утром около 9 часов Эммануэль Макрон встретился в Марселе с влиятельным французским политиком. Председателем регионального совета Кристианом Эстрази. Вот он, еще один сторонник молодого кандидата, написали местные СМИ. Накануне Макрона поддержал бывший премьер-министр Мануэль Вальс. Для многих это стало неожиданностью, так как Вальс обещал выступать за кандидата от своей, социалистической партии, Бенуа Амона. Я не хочу, чтобы вечером после первого тура выборов мы оказались в ситуации, когда придется выбирать между Фионом и Лепен. А это возможно. Поэтому я протягиваю руку поддержки сильному кандидату, который представляет лагерь прогрессивных реформаторов. Реформ от Макрона ждать не стоит, возмутился его соперник Франсуа Фион. Мол, он ставленник Франсуа Оланда. И на его сторону стала вся президентская команда. Поддержка Макрона Оландом будет просто означать, что сохранится его политика. И таким образом уровень жизни простых людей будет продолжать падать. Камни в адрес действующего президента Фион в последнее время бросает особо активно. Недавно, например, он обвинил Оланда в организации прослушки политиков. Некоторые газеты получают документы в течение 48 часов после того, как они были изъяты в рамках следствия, например, из моего офиса. Кто их передает? Я обвиняю в этом президента. Обыски и скандалы вокруг Фиона обрушили его рейтинг. Еще недавно он был лидером гонки, а теперь на третьем месте. В СМИ просочилась информация, что Фион якобы фиктивно трудоустроил жену и двух своих сыновей. Зарплату из госказны они получали, а на работе не появлялись. После этого образ консерватора с безупречной репутацией отца пятерых детей стал меркнуть. До этого скандала ситуация с французскими выборами выглядела угрожающе для Украины. Главными фаворитами были Марин Ле Пен и Франсуа Фион. Оба тепло относятся к России. Но если Фион выступает за диалог с Москвой, то Ле Пен против безвиза для украинцев. Впрочем, она выступает и против Евросоюза. Европейский союз умрет, потому что люди больше не хотят его. Мы еще раз подтвердим, что амбициозные гегемонистские империи обречены на гибель. После Брекзита будет Фрекзит, обещает Ле Пен. Но ее идеи поддерживают далеко не все французы. Я живу в мультикультурном районе, где есть люди любого цвета кожи и происхождения. Мы привыкли жить рядом и в перемешку, не задавая лишних вопросов. И я боюсь, что Национальный фронт или другие партии хотят спасти Францию от мультикультурализма, хотя это уже давно и присуще. Закрыть границы, сделать Францию для французов. Риторику Ле Пен часто сравнивают с Трамповской. Если еще год назад было трудно поверить, что цивилизованный и толерантный Запад может поддержать кандидата с такими лозунгами, то после победы Трампа на выборах в США аналитики очень осторожны с выводами. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Сегодня в Украине стартовал весенний призыв на срочную воинскую службу. В течение двух месяцев призовут более 14 тысяч мужчин от 20 до 27 лет, годных по состоянию здоровья. Вооруженная сила Украины отправит около 9 тысяч человек. В Национальную гвардию чуть более 4 тысяч. В Государственную специальную службу транспорта 800 человек. В Кабмине сообщают, что 18 и 19-летних ребят также могут вызвать в военкомат, однако в армию их отправят только по согласию. С сегодняшнего дня в зоне АТО должен соблюдаться режим тишины. Но в штабе констатируют, боевики с полуночи уже 20 раз нарушили перемирие. Ранены четверо украинских военнослужащих. По всей линии разграничения продолжаются провокационные обстрелы украинских позиций. Подробности в сюжете Олега Решетника. Уже почти три года жители Красногоровки живут на передовой. Отсюда до боевых позиций каких-то 300 метров. Каждую ночь те, кто все же остался здесь, ощущают боевые действия на себе. Передовая. Что там говорить? Три километра уже Донецк. Старомихаловка. Поэтому достается нам здесь хорошо. Как только начинается обстрел, у местных срабатывает рефлекс. Нужно прятаться в подвал. Город в осаде с 2014 года. Поэтому для выживания под землей давно все обустроено. Вот кровати. Там матрасы. Если вдруг что, мы сюда спускаемся. Те, у кого была малейшая возможность уехать из Красногоровки, уже сделали это. А Инна Гончаренко позволить себе бросить дом не смогла. В этом подъезде у нас получается две семьи. Так все поуезжали. Это очень страшно. И хотелось, чтобы быстрее это все закончилось. Жалко деток, жалко стариков, которые не могут покинуть дома. За почти три года в ее дом прилетали снаряды едва ли не всех калибров. Рассказывает, балкон ремонтировала уже трижды. В последний раз решила просто заложить кирпичом. На восстановление нет ни денег, ни сил. Говорит, обещанной политиками помощи не дождешься. Спасает только Красный Крест. Пускай задумаются и пускай в первую очередь думают за нас, за людей. Что мы страдаем в первую очередь, что нам очень страшно. Психика нарушена у всех, потому что мы на передовой. 29 марта в Минске договорились об очередном прекращении огня. 1 апреля все обстрелы стороны должны прекратить. А с 6-го начать разведение сил около станицы Луганской. Накануне наступления так называемой тишины было куда жарче обычного. В этот и другие дома прямые попадания. Только чудом никто не пострадал. Гостиний сегодня прошел ночью. Поздравили нас с Паской. Спасибо. Сидел, смотрел телевизор, он типа, где оно как хлопануло. Ну все, нормально. Главное, что живой. Такого массированного обстрела Красногоровка не знала еще с Нового года. Но ровно в полночь, будто по будильнику уже 1 апреля, война остановилась. Началось перемирие. Ну, затишье. Все. Больше не было ни стрелок, ни обстрелов. То есть ровно? Ровно, четко. Все, тишина у нас. Вот это, не отстрелялись и все. Ну и так до 12 ночи все и закончилось. Теперь будем мириться. Пока пишем интервью, где-то далеко уже слышны звуки разрывающихся снарядов. Военные говорят, это очередные провокации боевиков. Из штаба команды стрелять нет. Как нет здесь и веры в то, что мир продержится долго. Я думаю, это не надолго продлится. Я думаю, через недельку опять начнут сулять. После каждого перемирия они сами начинают с Сосилкова и нарастают до танка и артиллерийской системы. Но если вот вы слышите сейчас, дальние раскаты. Откуда бьют, с какой стороны, не знаю. Булеметов было. Вот. Ну, хочется мира. Всем уже мы устали. Мы живем на передовой уже три года. Мы устали. Очень все устали. Вот. И как я смотрю, никакого сдвига нет. Говорят, говорят. А ВОЗ поныне там. Пока в Киеве говорят о том, что бросать украинцев в оккупации нельзя, тем временем даже на подконтрольной территории свои себя своими не чувствуют. Все в той же Красногоровке власти даже не удосужились восстановить вещание украинского телевидения. Местным жителям приходится смотреть российские новости. Вот их антенны ловят здесь прекрасно. Ну, вот представьте себе эту информацию, без конца вот это все время льется, льется, льется. Люди у нас так интересные. И плюс вот эти каналы. И представьте, какая у людей складывается картина. Но самое удивительное, что даже в таких условиях люди продолжают верить в лучшее. И надеются, совсем скоро забудут, что такое война. Олег Решетняк, Максим Чеблин и Владимир Малахов из Донецкой области. Подробности в телеканал Интер. Уже с апреля государство увеличило размер надбавки для военных за выполнение боевых задач в зоне АТО. После консультации с министром обороны и начальником генштаба президент Петр Порошенко принял решение, что с 1 апреля бойцы будут получать 7,5 тысяч гривен. Это ставка для тех, кто несет службу непосредственно на линии соприкосновения. Польские представительства в Украине получат дополнительную охрану. Этим займутся бойцы Национальной гвардии. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Битольд Ващиковский после встречи со своим коллегой Павлом Климкиным в Брюсселе. Кроме того, дипломаты обсудили, как предотвратить нападение на места национальной памяти Польши в Украине. И напомню, ночью 29 марта неизвестные обстреляли верхний этаж здания Генерального консульства Польши в Луцке. К кровопролитием обернулись массовые протесты в столице Парагвая. Противники действующего президента Орассио Кортеса подожгли здание парламента. Недовольство митингующих вызвал законопроект, который дает президенту право баллотироваться на второй срок. Больше подробностей в нашем сюжете. Горящий парламент, водометы и резиновые пули Парагвая хватили массовые протесты. Центр столицы страны Асуньсиона больше похож на поле боя демонстранты против переизбрания президента Орассио Кортеса на второй срок. Парагвайцы, присоединяйтесь, сопротивляйтесь этой диктатуре. Днем ранее лояльные к президенту сенаторы тайно утвердили конституционную поправку, позволяющую главе государства баллотироваться на второй срок. На голосовании отсутствовали остальные члены 45-местной палаты, в том числе и ее председатель-оппозиционер. Никаких неконституционных действий мы не предпринимали. Повторяю, заседание, проведенное сегодня с участием 25 сенаторов, было совершенно законным. Сразу же на улицы стали выходить люди. Мирный протест перерос в беспорядки. Столкновения между демонстрантами и полицией продолжались несколько часов. Протестующие поджигали автомобильные шины, били окна Конгресса. Полицейские сначала пытались остановить протесты с помощью водометов и слезоточивого газа, затем применили травматическое оружие. В ответ полетели камни и пиротехника. Кого вы защищаете? Вы здесь только для того, чтобы удержать этого торговца наркотиками Кортеса при власти. Когда стали выносить первых раненых, демонстранты штурмом захватили парламент. Они разгромили кабинеты тех сенаторов, которые голосовали за изменение Конституции. Потом протестующие подожгли здание. Пока горел первый этаж, внутри еще находились люди. Они все лжецы, мы их сожжем, вылгали мне. В результате столкновений несколько десятков человек травмированы, в том числе и известные политики, принимающие участие в протестах. Местные СМИ сообщили о смерти молодого парня. В Министерстве внутренних дел Парагвая заявили о раненых полицейских. Сам президент Арасио Кортес лишь призвал к соблюдению спокойствия в своем твиттере. Мы не должны позволить нескольким варварам разрушить мир, покой и благополучие парагвайского народа. Страна еще не отошла от 35-летнего правления диктатора Альфреда Стресснера, который 8 раз переизбирался на президентский пост. Чтобы избежать возвращения к диктатуре, в Парагвае еще в 1992 году запретили повторно переизбирать президента. Елена Зурина, подробности, телеканал «Интер». В архиве Израильской национальной библиотеки в Иерусалиме обнаружен необычный документ. Это телеграмма, посланная в 43-м году главой СС Генрихом Гиммлером, главе мусульман Иерусалима Амину Аль-Хусейни. Почему документ вызвал громкий скандал, подробнее расскажет Григорий Бадур. Телеграмма пришла адресату в начале ноября 1943 года, что примечательно, в это время нацистская армия уже отступала на основных фронтах и как раз началась операция по освобождению Киева. Это послание рейхсфюрера СС Гиммлера, главному муфтию Иерусалима Амину Аль-Хусейни. Гиммлер пишет, что желает удачи арабам Палестины в их борьбе с евреями. Наличие общего врага и совместная борьба с ним создает прочный фундамент для развития отношений между Германией и членами мусульманского освободительного движения, пишет Гиммлер. Вообще муфтий Аль-Хусейни был большим поклонником Гитлера. Весьма известны его совместные фотографии с фюрером, которого он называл защитником ислама. В середине 30-х годов он был вдохновителем массовых погромов и убийств иудеев на Святой Земле, в результате которых погибли несколько сотен человек. Уже во время войны муфтий создавал молодежные движения по принципу Гитлера-Югенда, мусульманские нацистские бригады и даже предложил поставить под знамена вермахтам многотысячный арабский легион. Вся эта деятельность щедро финансировалась автором вот этой телеграммы Генрихом Гиммлером. А в 1944 году, то есть перед самым крахом нацизма, Аль-Хусейни уже жил в Германии и по берлинскому радио призывал весь исламский мир к джихаду против иудеев. Он заявлял арабы, вставайте как один, убивайте евреев, это угодно Богу, истории и религии. После окончания войны он избежал суда во Франции и бежал в Египет, где в мире и почете жил до самой старости. И недавняя находка оказалась в Иерусалимской национальной библиотеке благодаря англичанам, которые правили в Палестине в 30-х и 40-х годах и весьма щепетильно относились к государственным архивам. Вот такая малоизвестная страница истории Ближнего Востока, которая, кстати, как говорят эксперты, хорошо иллюстрирует, что борьба мусульман с иудеями в Палестине началась задолго до создания государства Израиль и имеет к нему очень мало отношения. И уж тем более к строительству поселений на территории Иудеи и Самарии. Григорий Баду, Алиса Неверовская, Ближневосточное бюро, телеканал Интер. Как выглядит летающий костюм железного человека? Где нашли неизвестную скульптуру Агюста Рудена? И почему по подиуму в Нью-Йорке ходили те, кому за 60? Смотрите в нашем обзоре. В Великобритании пассажирский самолет чуть не столкнулся с беспилотником. Экипаж уже подготовился к посадке в лондонском аэропорту Хитро, когда по правому борту появился восьмимоторный дрон. Он пролетел в 30 метрах от лайнера, что создало аварийную ситуацию. Оба пилота просто не успели среагировать. В этот момент дрон находился на высоте около 3 километров. В Британии закон разрешает поднимать беспилотники максимум на 122 метра. Британский изобретатель Ричард Браунинг продемонстрировал прототип костюма железного человека. Дедал позволяет знаменитому супергерою летать оснащен шестью работающими на авиационном топливе ракетными реактивными двигателями. Два из них вранца, а еще четыре крепятся к предплечьям. С помощью Дедала можно лишь немного подняться над землей и полетать со скоростью бегущего человека. Теоретически, утверждает Браунинг, Дедал может развить скорость до 450 километров в час. В Париже на ярмарке искусств представили гоночную арт-машину. Современный художник Гасс покрыл автомобиль Альпин А450 постельным бельем и разрисовал его. Говорит, все делал собственными руками. Из-за этого получил много порезов и синяков. Даже пришлось несколько раз обращаться к доктору. Машину он разрисовал в два цвета – белый и синий. На создание такого арт-объекта художник потратил более двух месяцев. В Нью-Йорке модный показ для пенсионеров. В роли модели – те, кому за 60. 25 дедушек и бабушек вышли на подиум, чтобы продемонстрировать разнообразие культур в своем городе. И ходили не только в современные американские костюмы, но и в традиционные – китайские, филиппинские и мексиканские. Перед показом моделям сделали профессиональный макияж и прически. Пенсионеры не просто ходили по подиуму, а развлекались и танцевали. Организаторы проводят такое шоу уже четвертый год. Говорят, красота должна быть доступна в любом возрасте. Во Франции представили неизвестную ранее работу знаменитого скульптора Агюста Родена. Статую «Я красиво» нашли в одном из домов престарелых в городе По. Эксперты предполагают, что 72-сантиметровый шедевр мастер создал в 1885 году под впечатлением от стихотворения «Красота» Шарля Бадлера. Это скульптура обнаженного мужчины, который поднял от собой свернувшуюся клубком женщину. С помощью Google Earth ученые обнаружили стену, которая опоясывает всю Землю. Мощное подводное сооружение тянется по дну океанов. Между тем, скептики считают, что снимки смонтированы в фотошопе. Мол, на изображении даже виден шов, образовавшийся в результате монтажа нескольких снимков. Авторы открытия все обвинения в подделке отвергают. В Одессу вернулась юморина. Впервые за три года в городе устроили настоящий праздник радости и смеха. Более полтора тысячи участников карнавала прошли от Дерибасовской до Приморского бульвара. И напомню, юморину в Одессе не проводили с 2014-го. Тогда в городе был объявлен траур по погибшим героям Небесной сотни. В 2015-м из-за военных действий на Востоке, а в прошлом году в связи с несвоевременностью такого праздника. Наш эфир подошел к концу завтра в 20.00. Не пропустите подробности недели и в двух словах о главных темах. Электронный саботаж. Кто валит систему декларирования? И почему никто не спешит устанавливать, откуда у толстосумов от власти так много денег? Эффект от минималки. Как разгулялись украинцы на 3200? Стало ли жить легче? Стало ли жить веселей? Сила коррупции. Как нацполиция, которая в прошлом году побеждала янтарную мафию, получила неожиданный удар от нелегальных старателей? Короли украинских дорог. Чем хуже вам ездится, тем лучше им живется. Какой жирок нарастили главы автодоров на ямочном ремонте? Больше информации вы можете прочитать на нашем сайте. Подробности ее и приятного вечера. И побольше хороших новостей нам всем. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова